Депутаты, которые 9 мая надели георгиевские ленты и которым грозят штрафы, говорят, что наказание не боятся. Одни народные избранники, с которыми в стенах парламента удалось пообщаться нашей съемочной группе, с уверенностью заявили, что закона не нарушали, а намерение властей оштрафовать их назвали абсурдом. Парламентарии отметили, что сдаваться не намерены, а правда будет на их стороне. Когда не можешь дать народу хлеба, даешь зрелище. И этот сценарий – часть хорошо срежиссированного спектакля. Посмотрим. Есть полномочия генерального прокурора. Он имеет право запросить лишение парламентского иммунитета. Посмотрим, если сможет. Объясните, каковы основания. Вы заплатите штраф? Я буду бороться до конца. А заплатите? Говорю вам, буду бороться до конца. А почему вы нарушили закон? Я не нарушал закон. Мы провели мирную манифестацию и почтили память погибших, которые защищали в том числе нынешнее государство, Республику Молдова, от фашизма. А Владимир Воронин, как обычно, возмутился вопросами, с которыми мы к нему обратились. Лидер коммунистов заявил, что его долг – чтить память предков, воевавших во Второй мировой войне. Вы рискуете быть наказанными за то, что носили георгиевскую ленту? Рискуете вы, мы не рискуем. Конраду Аденауру и фонд Сороса, иди спрашивай, а не Воронина. Пойдем и туда, но хотим спросить вас. Идите туда, кто вам платит и кто вас финансирует. Мы поддерживаем победу советского народа против фашизма. Поддерживали и будем поддерживать. Мой отец погиб в августе 41-го, защищая Киев, и у меня нет морального права. Более того, я еще и советский генерал, и я обязан. В полиции сообщили, что составили протоколы на имена 17 депутатов и направили их в прокуратуру. Однако для того, чтобы оштрафовать законотворцев, прокуроры должны запросить у парламента разрешение снять депутатскую неприкосновенность этих народных избранников. Список депутатов, нарушивших недавно принятый закон, не разглашается. Однако некоторых запечатлели в минувший понедельник с георгиевскими лентами на груди. По данным полиции, по итогам празднования Дня Победы в Молдове 103 человека оштрафовали за использование георгиевской ленты среди нарушивших запрет и епископа Бельский Фалежский Маркел.